Я, как многие, как, наверное, все, был в совершенном ошеломлении от этого безумия, потому что это абсолютно безумие свихнувшегося диктатора, которые должны расхлебывать сотни миллионов людей. И мне все казалось, что это какой-то дурной сон, что это сейчас прекратится. Сейчас я вижу, что это кровопролитие будет длиться еще долго. Ошибка диктаторов. Андрей Мальгин о союзе Гитлера и Сталина. «Ни одной пяди чужой земли не хотим», — сказал Сталин на партийном съезде, и его слова были положены на музыку. «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим». Однако прошло совсем немного времени, и Советский Союз напал на Финляндию, аннексировал половину Польши, Прибалтику и Бессарабию. Что на практике? Обманули. Гитлер, выступая в Рейхстаге в сентябре 1939 года, твердо заявил, граница между Францией и Германией окончательно. И через полгода немецкие войска перешли эту границу и приступили к оккупации Франции. Хозяева своего слова были, да. Гитлеру ничего не оставалось. Но предполагал ли Сталин, присутствуя на торжественном подписании пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года, что Гитлер вместо вечной дружбы между двумя великими народами вскоре совершит вероломное нападение на СССР, разумеется, не предполагал, и когда всё стряслось, впал в депрессию и на неделю выпал из жизни. Вот и всё. По воспоминаниям Жукова, когда он ранним утром 22 июня приехал сообщить Сталину о нападении германских войск, Сталин ему ответил, Гитлер наверняка не знает об этом. Определённая наивность она присутствовала. Конечно, в это было трудно поверить. Друг и союзник обманул. Просто надувательство. В том самом выступлении в Рейхстаге Гитлер ясно заявил. «Я особенно счастлив, что могу сообщить вам одну вещь. Россия и Германия боролись друг против друга в Первую мировую войну. Такого не случится снова. Я более не вижу ни одной причины для противостояния между нами. Это мнение разделяют обе наши стороны. Любое противостояние между нашими народами было бы выгодно другим. Поэтому мы решили заключить договор, который навсегда устраняет возможность какого-либо конфликта между нами. Любая попытка Запада помешать нам потерпит неудачу. Навсегда». Ему вторил Сталин. В докладе на 18-м съезде партии в марте 1939 года, в дни, когда германская армия вошла в Чехословакию, Сталин заявил, что западные правительства распускают слухи об агрессивных намерениях Германии, пытаются натравить ее на СССР, путаться в войну с Советским Союзом, дать всем участникам войны увязнуть глубоко в тину войны, поощрять их в этом втихомолку, дать им ослабить и истощить друг друга. А потом, когда они достаточно ослабнут, выступить на сцену со свежими силами, выступить, конечно, в интересах мира и продиктовать ослабевшим участникам войны свои условия. Однако, пообещал Сталин, западу не удастся поднять ярость Советского Союза против Германии, отравить атмосферу и спровоцировать конфликт с Германией без видимых на то оснований. Все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. И действительно, с 1939 года и до середины 1941-го гитлеровская Германия и сталинский СССР совместно и с полным взаимопониманием делили между собой Европу. Для начала они с двух сторон напали на Польшу и разделили ее. Дальнейшее участие СССР во Второй мировой войне заключалось в нападении на Финляндию и аннексии части ее территории. Германия, в свою очередь, вторглась в Данию и в Норвегию. Затем немецкая армия захватила Бельгию, Голландию и Францию. А СССР ввел войска в Латвию, Литву и Эстонию. И под дулами советского оружия провел там безальтернативные выборы, в результате которых присоединил эти территории к себе. Вот как это работает! В дни, когда Гитлер завершал оккупацию Франции, Сталин ввел войска в Румынию, после чего забрал себе Бессарабию и Северную Буковину. Вот мы придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендели совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. И если сентябрьское присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии кто-то еще мог считать частным эпизодом двухсторонних отношений между СССР и Польшей, то после нападения 30 ноября на Финляндию у международного сообщества сомнений не осталось. СССР такой же агрессор, как и Германия. Россия – агрессор. Путин. За вторжение в Финляндию Советский Союз был исключен из Лиги Наций. Собственно, для того и понадобилось советской пропаганде выдумывать Великую Отечественную Войну, чтобы затушевать неблаговидную роль СССР в первые годы войны мировой. Должны это и понимать. Почему война должна быть как отечественная? И относиться надо к ней как отечественная. Мы не напали, мы защищались, чтобы всем было понятно. А что было бы с миром, если бы Гитлер не объявил войну СССР в 1941 году и продолжал выполнять свои союзнические обязательства? Наверное, ход истории пошел бы по другому сценарию. Два монстра расширяли бы свои владения. Гитлер продолжал бы преследовать и истреблять евреев, боролся бы с мировым коммунистическим движением в лице Коминтерна. А Сталин ему в этом не мешал бы. Ведь это Сталин в период потепления отношений с Гитлером фактически разгромил Коминтерн. А все руководство германской компартии, оказавшееся в СССР в эмиграции в конце 30-х годов, отправилось в ГУЛАГ. Многие потом были расстреляны. Рядовые евреи-коммунисты, бежавшие из Германии, были выданы Третьему рейху. И тогда же впервые антисемитизм стал проявляться в кадровой политике советского государства. Мы под пятой жидов. В окружении Сталина остался только один еврей. Каганович, главу МИДа Литвинова, сменил Молотов, заявивший на первом же совещании. «Мы навсегда покончим здесь с синагогой». Стали вычищать евреев и из других госучреждений, включая даже всемогущее НКВД. Вернувшись из Москвы, Риббентроп доложил Гитлеру, что Сталин в разговорах с ним выражал решимость покончить с еврейским засильем. Прежде всего, среди интеллигенции. «Очистим родину от жидовья». «Какой целесо обшел, братишка?» «Я за еврейцами». «За еврейцами?» «Я только убит на крови». «К этим напастьям надо относиться как к неизбежному». «Это абсолютно ничего не значит». Но если Сталин был готов максимально подстроиться под идеологические каноны германского нацизма, Гитлер по многочисленным свидетельствам все это время испытывал дискомфорт от сближения с СССР. «Вот начало этого конфликта». «Это же не мы водили за нос наших партнеров, а они». Накануне нападения на Советский Союз в июне 1941 года он написал письмо итальянскому диктатору Муссолини. «Дуччи, я пишу вам это письмо в тот момент, когда длившиеся месяцами тяжелые раздумья, а также вечное нервное выжидание закончились принятием самого трудного в моей жизни решения. Я чувствую себя внутренне снова свободным после того, как пришел к этому решению. «Сотрудничество с Советским Союзом при всем искреннем стремлении добиться окончательной разрядки часто сильно тяготило меня, ибо это казалось мне разрывом со всем моим прошлым, моим мировоззрением и моими прежними обязательствами. Я счастлив, что освободился от этого морального бремени, с сердечным и товарищеским приветом». «Вот они и виноваты в том, что случилось». Так что история пошла по другому пути. Своим решением объявить войну СССР Гитлер подписал приговор своему режиму. Британия и Соединенные Штаты неожиданно получили в союзники государство с огромной территорией, которая просто в силу своего размера была не по зубам даже хорошо вооруженному агрессору и с неисчерпаемым человеческим ресурсом, который можно было бросить в топку войны. «Это большая страна!» Так что ошиблись оба, и Гитлер, и Сталин. Наверное, поэтому диктатуры, как правило, недолговечны. Потому что диктаторы рано или поздно ошибаются. «Лучшая демократия – это диктатура». «Надо просто пообъяснять людям, что диктатура – это не так плохо. Вообще не плохо». «Эвторитарная, сильная власть – это вообще замечательно. Просто нужно простым русским языком объяснять плюсы и минусы». «Каким вы видите конец Владимира Путина?» «Думаю, он будет деградировать, маразмировать. Я думаю, что он будет становиться еще более жестоким, еще более аморальным. Дело в том, что люди в старости лучше не становятся. Они становятся хуже, и все их отрицательные черты только проявляются в большей и большей степени. А понятно, что при большой власти все вот эти процессы деградации, они, собственно, ускоряются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok